В Центре культуры Родина многолюдно. Здесь не только местные жители, но и гости курорта в поиске сезонной работы. Я хотела бы найти работу администратора, потому что практически всю жизнь я работала на административно-хозяйственной работе, а здесь, как я уже вижу, есть предложения, есть интересные предложения. Сегодня на площадке свои предложения представили почти 50 работодателей. Всего более тысячи вакансий. Предлагают работу как для студентов, так и для людей более старшего возраста. Кроме временной или сезонной занятости, здесь можно подобрать и постоянную работу, причем с весьма солидным заработком. Например, Минтранс России набирает сотрудников для строительства Керченского моста, где зарплаты начинаются в районе 100 тысяч рублей. Изначально контракт заключается со всеми официально, конечно же, полностью 100% официально, на период строительства. Контракт рассчитан на три года. В конце 2019 года планируется окончание строительства, но оговаривается сразу же возможность, если за период сотрудник себя проявит соответствующе, есть возможность остаться, продлить, заключить контракт уже на постоянной основе и продолжить работы как в Анапе, так и в принципе в стране. Есть и так называемые дефицитные профессии. В основном это вакансии в социальной сфере – медики, воспитатели, соцработники. Ярмарка вакансий давно стала больше, чем просто площадка для обмены контактов. Основная задача Центра занятости населения – не просто трудоустроить, а официально, чтобы работник был социально защищен. Только за прошлый год было выявлено более 5000 теневых работодателей. В этом году работа продолжается. На сегодняшний день уже выявлено и заключено 500 договоров с гражданами, которые осуществляли трудовую деятельность без оформления трудовых отношений. Человек не задумывается о том, что поступают от него какие-то налоги или взносы на пенсию ему будущие. Это обычно выявляется, когда работодатель не заплатил зарплату работнику. Только в том случае работник приходит к нам, и мы начинаем выявлять, почему, в связи с чем. На самом деле очень сложно доказать, если работник уже не работает, у работодателя, и приходит к нам. Очень сложно. Это может доказать только суд о том, что он там работал, в этой организации. Поэтому желательно пришли на работу, если в течение трех дней работодатель не подписал трудовой договор с работником, то желательно сразу же прийти к нам, и мы будем работать в этом направлении.